Сегодня у нас 17 декабря. На улице еще маленько не расцветало. 18-й год. Снег идет, пушинки падают. И везде, везде по улице стоят люди, радуются. Белый-белый снег. А Юлию, которые люди в южных странах, они разве каждый день такое видят? Редко уже у них, наверное, там. Хотя природа сейчас и меняется где-то. Вот сейчас только здесь инвалиды, все тут. Пенсионеры, все возятся с чашками. Даже вот гляжу, там большое предприятие. И там вот они уже огни горят. А дворник сейчас я был здесь. Вот этот прошел я тут с лопатой. Володя подкинул, а я лопатой немножко сбоку. Тут так, это сбоку прибыл. Ну, вы заваленку сделали, чтобы под окнами теплее было. Вон там какая горка. Это мусорные ящики. Вон там накидал дворник, а подошел сюда. Машина. Вот по-своему. Интересный этот сюжет. Вот Володя тут старается. Вот. А выбрасывает, вытягивает снег на дорогу, сталкивает его. А потом пойдет такой специальный грейдер. А бывает иногда и с огромным таким, захватывает как шнек и выбрасывает далеко в сторону. Вот свет уже везде гасится. Вот на дорогу вывезли, вывезли. А вон машина грядет. Она тогда дальше отбросит. Володя куда? Тут маленечко с дороги, чтобы самим проехать было. Ну, у него-то с дороги сталкивают. А остальные прямо на дорогу. И он пройдет. Машин таких много в городе. Назначено в каждом районе. А что-то они уже давненько тут не чистили. А? Давненько что-то не чистили у нас. Ну, не знаю почему тут. Обычно-то они подходят вовремя. Вроде чистят, а вот в этом году что-то я ни разу уже не видел. Ну, все равно дорога чистая довольно. А-то на как? Они рано проходят туда. Где-то в 4 начинаются. А вон там далеко, видать. А если бы, Игнатьич, они проходили, здесь бы у нас вал был. Ну, да. А в этом году ни разу не было такого вала. Ну, значит, так не было. Вот, да. Я тут подошел. С этой стороны вот какой гробаркой этой лопаты покидал. В одно удовольствие. Вот сейчас я иду. И попутно левой рукой нагревается снег. Вот тут тупик. И теперь вот растет наш цветок. А цветок этот, пустик, очень хороший. Миндальный куст. Вот его засыпаем. А тут яблонька у нас. Хранецка. А тут он видно на дереве. Огонечек горит. Вот береза и елка. Огромная елка. Это мы не садили. Это все мне досталось. Шел суд. 11 лет. Государство мне за кадаж посадили. Все конфисковали. 15 магнитофонов. Пленки. По государственным расценкам, сколько я насчитал, оказалось у них на 11,5 миллиардов рублей. Те, они доминированные. 11 лет шел суд. И Господь сделал так, что признаны были они виновными. И вынес решение расплатиться. А расплатиться нечем. Вот эти вот два дома дали недвижимостью. Мы очень довольны. Вот показать как. Я не знаю, снег-то видно. Нет, будет падать. Порадоваться. Володя пошел, видно, с золой. Попутно смысл. Золу вниз я хотел вынести. Ну ладно. Еще не расцветало так полусумерки. А кошек-то кормил уже? Нет еще. Вот при входе в храм у нас тут надписи есть. Не видно их, наверное, будет. Не видно. Крест этих, никаких набалдачников, утолщения. У конца креста не надо. Вот такой должен быть ровный. Ну все, пока. Вот машины подъезжают. Сегодня у нас 9 декабря. воскресенье. Ну вот на утреннее богослужение приходят. Всегда машина приехала. Да это же подвез, наверное, Александр своих девушки. Вот они здесь заходят. Так, машину вот избегают. Тут надо другой заезжать. Похоже, кто-то пришел. Володя с ведром пошел. Золо вытаскивают. Вот свет подсвящает. На утреннее богослужение подъезжают. Большая машина. Вот пришел человек. Он-то приходит в храм. Вон, сдалека видать, что-то светит. Подходит. О, как круто развернулся. Машина высаживает. Тут Володя ходит в кастрюлю. Шрюрки выносит. Готовится после богослужения, после собрания на трапезу. Машина заходит. Вот она зашла. Это при входе у нас в храм. Ближе тут Надежда Васильевна кастрюльки тащит на обед, на завтрак. После собрания трапезы тут. Сколько машин приезжает? 12-14. Не знаю, даже мороза поменьше. Доехал. Отдал содержимое. Застрял там, виду, не проезда нету. Что же еще был тут? Подходит. Благослови, Господи, кто бы это ни был. Все это добрые люди. Вот так. Выздоровела наша Надя, пошла за водой сама. Слава тебе, Господи. О, столкнулись Надежда Васильевна и Володя. Володя с работой идет. Все скажет мне. Да, отобрал ведро, так и есть. Придется ему идти, потом закрывать калитку. Вот так. Осуждают, дескать, смотришь. А чего ж не смотреть-то? Так интересно. Вот они идут. Сразу темнеет, если бы их же приближать. Все. Подносит, ведро поставил. Все. Что-то с ней еще не договорился. Что-то дает ей, взял. Ну вот машину, которую мы засняли на видео, отъезжает сейчас. В фарме все ослеплено. Ничего не видно. Поехали. Снова какой неразерен. На верху весе. Вфу. Их можно просто перемешать. На верху весе. О,擠те. Снова. Вфу. 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 Продолжение следует... 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 по телефону говорить надо идти мы телефон клиентов пишем на посылке на всякий случай а то бывает так придет и до места не донесут и возвращается посылка такой случай был на украине сады с почему не идет то есть звонок касается здешних можно не уходить что-то нужно сказать заранее чем вызвано что только долго стоит благослови господи благослови вот она у нас сидит рыжая все пошел сегодня 16 сегодня много причастников были храме вышел во двор когда кто-то звонит показать наш двор тут машина сейчас ставить негде ставите на лужи там за забором никого нету калитка заперта никогда не бывает чтобы чужие стояли тут или под собирались оберушничали этого нету все на поверки на контроль это выходят машины после богослужения уже все разъехались на улице принимают кто-то там ходит тут еще посмотреть вот во славу божию это отец павел был ярмоленко вот он поехал торопится в камень на обе на электричку побеседовали кое-что записал вот он идет благослови его господи еще он туда был распространяется слово божие что-то оставил наверное пошел воды взять а в комнате не взял тут не при такой для него мало приемлемый разговор был что он епископа какого-то нашел московская патриархия то его обидела тут ну то агап ангела было ли у этого пасечника омского а тот пашковский агап ангел то а сейчас говорит к сербскому пристал какой-то акате и как так а фотографии я видел у него там рукополагают фотографии рукополагают по фотографии никогда не решалось никакое дело тем более в рукоположении это настолько опасно ну вот я ему это все высказал вот он идет я говорю будь осторожен он только пришел сегодня вот а лонгента который то есть не знаю как назвать это форпоста я говорю он там и находится нет он умер как где-то слышал ну как же ты мог слышать ты я бы тоже услышал зарядил ничего подобного нету нету не умер он и живой там осипов тут же говорит умер я зарядил и осипов не умер то есть это два события сказал он и два события они фактически оба оказались недействительными помоги ему господи определись он священник как и как бы под ним сербская в барнауле да чего же ради тут каких только нету от православия этот бабушек развозят эта машина кажется брат севастьян сразу спрашивает кому куда везти ну пожалуйста любовь николаевна полезную машину сегодня суббота кто-то на колесе ставит что-то на колесе в порядке он он машину значит своя он 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 Продолжение следует...